Всем большой привет! Меня зовут Вика и я рада видеть вас на моем канале. И это видео будет посвящено айфонам, точнее чехлам на айфоны с сайта Алиэкспресс. Я вам покажу полный обзор о том, как они выглядят, собственно говоря, качество, цена, это соотношение. Да, ребята, не забывайте про видео вопрос-ответ, про челленджи и вопрос дня, кстати. Какие вам чехлы нравятся больше, силиконовые или пластиковые? Напишите обязательно внизу в комментариях ответ. И при сегодняшнем я вам покажу очень много чехлов. И цена меня очень приятно удивила, потому что это реально круто. И вот столько вот чехлов, и это не все. Еще там лежат, вы увидите их потом. Короче, очень много чехлов. И первый чехол, который я заказала, это силиконовый чехол с Эммендемсом, желтого цвета. Что сказать про качество? Да. Качество, в принципе, за эту цену достойное. Но единственное, что не совсем точно, не совсем аккуратно на моментах, там где кнопочки, особенно громкость. Но, в принципе, кнопки совпадают. И за эту цену это достаточно хорошее качество. Единственное, что я не подумала, что я заказала желтый. Но было заказать какой-то темнее, потому что он очень маркий. Он будет жутко впачкаться. У меня уже был такой чехол на старом телефоне. Он был действительно такой, он был просто желтый силиконовый. Но он реально превращается в черный. Это жестко. Но вообще, чехол очень хороший, прикольный. Следующие два чехла я заказала у одного продавца. Один с Эйфелевой башни, второй с Парижа. Буду вам показывать видео один, потому что они, в принципе, одинаковые. И качество у них одинаковое. Что сказать? Чехол силиконовый. Картинка достаточно качественная. Мне нравится силикон. Он не сильно нагрузный, он не такой толстый, но он все-таки силиконовый. Ну, опять-таки, проблема у всех китайских чехлов. Не везде ровная. Допустим, на камере она неровная. Там есть небольшой такой горбочек. Кнопочки, на удивление, сделаны качественно. И полностью совпадают с кнопочками на Айфоне. То же самое я могу сказать про чехол с Парижем. Но тут повезло. Тут камера сделана ровно. И кнопочки сделаны тоже ровно. То есть раз на раз не приходится. Где-то коряво, где-то нормально. Но, опять-таки, за свою цену они полностью отрабатывают свое качество. Если на чехол, который мне безумно нравится. Это такой няшный, такой милый чехол. Это... Да, это Джейк. И, боже мой, это так мило, это так клево. А если бы было с пупыркой, я бы заказывала еще с пупыркой. И он так клево держит сердечко. Боже мой, сердечко, не сердечко. Он держит яблочко. И на нем такое сердечко. Это все так мило, так классно. Единственное, что в описании было написано, что он будет силиконовым. Он оказался пластиком, но это ничего. Потому что это же Джейк. Ставь палец вверх, если ты любишь Джейка. Да. Он еще очень четкий и аккуратный. Идеально все подходит. Так, следующие три чехла, которые я вам покажу, я сказала, у одного продавца. Первые два вот такие. На одном изображены маленькие. На втором просто цветочки. Что сказать, качество? Такое же качество, такой же силикон. Но, честно говоря, мне нравится по качеству гораздо больше. Цена не была дороже, по-моему, она была одинаковая. Но я вот здесь, собственно, видите цены, поэтому вы видите. Сделаны они качественнее. Силикон хороший и выглядят очень классно. Я открыла для себя эту тему, когда чехол прозрачный. И бред на нем есть рисунок. То есть... Ай. Ай. Ладно. То есть вы и видите картинку, и как бы, что это айфон, а не просто какой-нибудь там кусок кирпича. Я не знаю. И следующий чехол, он такого же качества, как и предыдущий. Но я его люблю вообще всех. И все меня сейчас поймут, потому что... Вот. Да. Это чехол с марихуаной. И это реально очень классно. Это клево. Он, опять-таки, такого же качества, как и предыдущие. И, кстати, тоже камера и кнопочки совпадают идеально. Оно все круто подходит. И это ж марихуана. Ну, вы же понимаете. За такую цену такой чехол он нельзя было не заказать. И то, что мне нравится, то, что на айфоне есть дофига чехла. И на алиэкспрессе реально большое многообразие чехлов. Разных видов, разных форм, разных расцветок. Прозрачные, цветные, такие-такие-такие. Алиэкспресс это реально чехол. Это первый чехол, который я купила на свой телефон. Ой, оно все чего-то, правда. Ну, да ладно. Чехол очень красивый. Мне надо было купить хоть какой-нибудь чехол. Сразу, когда я покупала айфон. Потому что без чехла носить не айфон. Вы же понимаете. Да. И я купила его за 149 гривен. И каково было мое чувство, когда я нашла этот чехол на алиэкспрессе за доллар. Это примерно 25 гривен. То есть, как бы 150 и 25. Вы понимаете разницу. Я была удивлена. Чехол пластиковый. Я думаю, если вы его закажете на алиэкспрессе, качество будет такое же. Поэтому я решила сделать на него обзор. Но здесь, правда, все идеально ровненько. Оно идеально подходит. Потому что все-таки как был магазин. Здесь есть вот такие маленькие блесточки. Естественно, вы понимаете, что они все временем отпадут. И вот некоторые отпадают не стоято следа. А на некоторых остаются такие остатки от блесточек. Ну, как бы, что сказать. Это странно, наверное. Это был, в принципе, весь обзор на чехлы. Если вам это видео понравилось, поставьте палец вверх. Подпишитесь на мой канал. Если хотите, чтобы я продолжила эту рубрику, пишите внизу в комментариях. Не забывайте про челленджи и вопрос-ответ. И пока.